Представляете, вот с Кураном знаете как жить? Вот сейчас начнется тарабих намаз, будем читать Куран, да, аль-хамдуля. Или мы хотим открыть Куран, почитать после намаза. То есть и там обращение. Мы должны с вами понимать, что это обращение Аллаха к нам. Бывает такое, когда ты ждешь письмо Ресалин, то есть какое-то сообщение от близкого человека, от любимого человека. Как ты его с нетерпением ждешь, когда он тебе ответит. Или как ты ждешь. Вот так же мы должны ждать вот это сообщение от Всевышнего Аллаха. На сегодняшний день даже из арабоязычных многие не знают тафсир. Многие арабы не знают тафсир. Поэтому Аллах говорит, например, в Куране Многие из арабов эти тафсиры не знают. Эти слова как бы даже арабоязычные люди не понимают это значение. Почему? Потому что нужно изучать тафсир. Так же Адаму Тахакум Илей. Многие люди не возвращаются во время, чтобы взять какой-то хукам ответ на вопрос. То есть, например, даже бывает, приведу вам пример, приходят, например, два бизнесмена, чтобы решить тот или иной вопрос. И приходят они в мечеть уже как на последней стадии. Давай по шариату брать решим. Вначале там они между собой пересудились, друг друга обидели и так далее. Никак не получается хап забрать. Давай в шариат. В конце уже приходит мечеть. Надо с этого же начинать. Аллах в Куране говорит, Если вы в чем-то спорите, разногласите. Вернитесь к Аллаху. Курану. И к Сунии. И к Аллаху. Всевышний Аллах говорит, кто же может быть более красивее, чье же более прекраснее может быть хукм, вынос решение, чем как не решение Аллаха для убежденных людей. Также много людей не подчиняются приказам Курана. Например, Всевышний Аллах говорит в Куране, говорите людям прекрасные, хорошие слова. Видишь, человек идет материться, ругается, обзывает, унижает словами и так далее. В тот момент, когда Всевышний Аллах говорит, говорите людям благое. Или Всевышний Аллах в Куране говорит, «Сами себя не уничтожайте своими руками». Смотришь, человек сам себя уничтожает. То есть имеется в виду вредные привычки какие-то, у него там курит или алкоголь выпиваешь. Астахфурллах. Аллах ему говорит, сам себя не уничтожай. Это тело не твое. Этот разум не наш, это не нам принадлежит. Мы принадлежим Аллаху. Аллах нам дал. И к нему мы возвращаемся. Или, например, Аллах в Куране говорит, «Обращайтесь к своим женам справедливостью». Видишь, астахфурллах, иногда удивляешься, когда в некоторых мусульманских семьях там, «А ты кто такая там женщина? Ты вообще там, астахфурллах, никто ты там, как я скажу, идет, пинает, бьет и так далее». Такие часто бывают из практикующих мусульманских семьях. «А где тогда Куран у тебя? Ты где-то его берешь, а в другом месте ты оставляешь?» Субхану Аллах. Так не должно быть. И также, «Адаму истишфа убеги». «Адаму истишфа убеги» – это что? Когда человек не берет Куран как исцеление. Аллах в Куране говорит, Субхану Аллаху, «Скажи, поистине он для верующих указывает прямой путь и дает исцеление». Куран дает исцеление. Также Всевышний, Субхану Аллаху ва Та'ля, в сурат или Исра сказал, «Ва нуназзину минал Куране ма хуа шифа, ва рахмату лил муаминин». «Не спосылаем мы из Курана то, в чем есть исцеление, шифа, и милость для верующих». «Ва каннар Расул, саллаллаху алейху ассалям, юркибил Куран». Также посланник Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, читал, «Рукья лечил через Куран». Если вспомним Абу Саид Аль-Худри, «Камафи сахих, ракараджулян усыбаби ладгатин, фааркаху бисурат Аль-Фатиха, фабурья илля яуми каанал амрад, ваадума аджаза тиббе ан айла джиха». Как Абу Саид Аль-Худри, один из подвижников, «Одного человека ужалил скорпион, и он прочитал в руке семь раз сурат Аль-Фатиха». Опять же, сурата Аль-Фатиха, семь раз сунны, именно из сунны, читать, если через сурату Аль-Фатиха, семь раз, не три раза, семь раз. Почему? Потому что Аллах в Куране говорит, «Мы тебе не спослали семь аятов», это Фатиха, и великий Куран. То есть, смотрите, Аллах, хотя Фатиха из Курана, но Аллах, из ее величия этой суры, «Мы тебе не спослали семь аятов», и также не спослали Куран. Хотя Фатиха она в Куране, то есть, из ее величия Аллах ее отдельно принес, семь раз прочитал сурату Аль-Фатиха, И Аллах дал этому человеку исцеление от жала скорпиона. В тот момент, когда не было медицины, в тот момент, когда медицина была беспомощна. Потому что не было даже в тот момент каких-то там лекарств, чтобы исцелить его. Как-то сделать именно Кураном, Аллах дал исцеление. Поэтому Куран лечит, и на это уже доказывают, на это есть доказательства. Много доказательств даже из медиков, из мусульман и из немусульман. Из мусульман и из немусульман. Поэтому, вот, шейх Абанаси, у нас вот друг, как раз Ракий, да, который Ракий читает уже на протяжении 30 лет, наш близкий брат. Он говорит то, что многие, вот, бывают в больнице, которые лежат. Вот, и ко мне в мечеть, в Аллахе, я говорю, как Амана, да, как, то есть это... Многие приходят в больницу, в мечеть, после больницы, и говорят, то, что, в Аллахе, мы все анализы сдали, все нормально. Но все равно что-то я чувствую со мной не так. И после щитейного Курана Аллах дает шифа. Есть, да, есть болезни, которые нужно лечить через медицину, но есть болезни, которые медицина не справляется. Только Слово Всевышнего Создателя. Аллаху Субхану Талли, шифа, исцеление. Поэтому даже, Аллах, архамху, валиди, мой отец, Аллах, архамху, когда я лежал в коме, даже тогда уже мне врачи сказали, это какое-то чудо. Каждый день ему читалось Куран, наливалось зэм-зэм. И, Аллахамдуллю, каждый день рукой читалось. И даже главврач, в Аллахе, в Аллахе, в Аллахе, подошел ко мне, говорит, мы уже, он уже тут 20 дней лежит, мы его, как вы привезли, на второй день думали уже похоронить. Это для нас уже чудо, что он как бы даже в коме, в таком положении жив. Потому что, мы говорим, мы ему всегда Куран читаем. И он мне ответил, говорит, я сам христианин, я тоже верю в Бога, поэтому я знаю, что есть чудо от Бога. И поэтому вот это чудо именно, как говорится, от Бога, мы это с вами понимаем, мусульмане, да, это и есть Куран, это именно исцеление. Каза ли кащифа л'кальбе. Но, помимо того, Куран, это исцеление для чего? Лимя фи судур, для сердца. Поэтому болезни в сердце бывают двух видов. Хисси во ма'нави. Хисси это что? Это когда, например, у человека порог сердца, или нужно там замена клапана и так далее. То, что нужно, чтобы медицина туда, именно как бы делали операции и так далее. Но есть также болезни сердца, которые они ма'нави, то есть по смыслу. Имеется в виду что? Когда у человека чверство сердца, когда у человека злое сердце, сильное такое, жесткое сердце, как подобно хиджаратин ауащадзу кассуах, как Аллах в Куране говорит в суратах Аль-Ба'кара, подобно камню или еще жестче. Вот этот Куран смягчает сердце, лечит сердце от болезней, не именно физических болезней сердца, а от ма'нави, именно вот этого жесткого сердца, жесткости сердца. Читает Куран, из сердца человека, лечится и смягчается. Кассуа. Лиин, это юлейин, а калба. То есть смягчает сердце. Поэтому, если кто-то из близких болеет у вас, то тоже читайте на него Куран в эти дни. У кого-то есть какая-то болезнь, читайте Куран с неятом внутри сделайте, чтобы Аллах дал шифа, Аллах с таким, иншаллах, будет до вас исцеление, иншаллах. Поэтому, и самое главное, знаете, уважаемые братья и сестры, очень важно, некоторые цепляются за того часа, или за это, вот это хорошо лечит Кураном, это этот. Нет такой профессии ра-ки, нет такой профессии в шариате, которая лечит руки. И рука связана с чем? С их ласом, с искренностью. Каждый из вас, а самый искренний, кто может прочитать сам на себя, сам на себя человек, как читал пророк Мухаммад, с Аллаху Алисин, на себя Куран. Также сказано, то, что в судный день Куран будет заступником за того, кто его читал и жил по нему. Как приводится в Фессахе, в достоверном хадисе, в судный день придут две суры, сурату Али Амран, подобно двумя тучи, будут похожи на две тучи, или на две стады птиц, на две стаи птиц, на две тучи похожи будут, или, похоже на две стаи птиц, будут защищать именно заступниками за того, кто их читал. То есть, представляете, сурату Али Амран, они придут в судный день, похожи на две тучи, или похожи на две стаи птиц, и будут защищать этого человека, будут проявлять заступничество за него. Также сказано в хадисе, то, что Куран будет говорить, Я, Раби, мана'атуху наума филлай, фашафи'ани бих, вайкулю сиян, мана'атуху анил-акли ва щурби финнаха фашафи'ани бих, то есть, пост тоже заговорит и скажет, пост у Роза, заговорит и скажет, О, Аллах, я ему запретил кушать, пить днем, дай ему заступничное через меня. Также Куран скажет, я ему запрещал спать ночью, он читал меня, сделай так, чтобы я был заступником за него. То есть, если даже, например, человеку скажет, саракт, то есть, ты, например, что-то украл, тогда уже Куран будет за него заступничать. То есть, человек не сможет, то есть, все будут говорить шепотом о страхе перед Аллахом, не знаю, что ответит на это, и Куран за него будет просить Аллаха, субханава та'аля. Поэтому сказано, опять же, в Манзума Шатабе, то есть, Куран, он сильно, сильно, сильно будет проявлять заступничество за своего любимчика, то есть, за того, кто читал его. Он будет говорить, ему скажут, ты украл этот Куран, скажет, Аллах, прости его. Аллах, субханава, дай ему защиту через меня. Аллах, субханава та'аля, дай ему именно заступничество через меня. Поэтому, субханава, великое, Куран, как говорится, говорят ученые, даже если ты его забудешь, он тебя не забудет в судный день. Поэтому, если ты жил, брат Монстера, и читал его, и жил по нему, и изучал его, скажут, в часу Курана в судный день, в хадисе сказано, Икра, читай и возвышайся. То есть, вы знаете, рай, он дорожает. Мы это дорожать, сказано, сто степеней вверх. Нар аддаракат, огонь, Джаханнам, пускай Аллах всех нас с вами обережит от огня, скажите, Аминь. Ад, Джаханнам, он вниз. Поэтому, он вверх, вверх, самый высший, лучший степень, Фердаус. Да, Аллах, чтобы мы все с вами были вот эти, кто сейчас нас слушает, и кто с нами в эфире, и все мусульманы, аль хамдуль, были в Фердаусе, иншаллах, все наши близкие, братья, кого мы любим, аль хамдуль, чтобы мы все были в Фердаусе, иншаллах. Я, Раб, Аминь. Поэтому, чтобы лики вот это, чтобы мы, лица, которые сейчас смотрят этот эфир, иншаллах, Фердаусе, и постепенно будете подниматься, читать с Кур'ана, и Аллах, субхану, будет говорить, читай, и поднимайся, с каждым аятом, который ты читаешь, читай, подобно тому, как ты читал в Дуне, то есть, в мирской обители, и с каждым аятом будет читать, поднимается, и с каждым аятом, а твой дом, постоянно место пробивания, будет там, на том, последнем аяте, которым ты остановишься, поэтому, сколько ты его, чем больше ты его читал, тем больше будешь ты возвышаться, в судный день, поэтому, уражения, братья и сестры, каждый из нас, то есть, мы должны, как бы, быть бдительными, чтобы у нас каждый день с вами был, с какое-то время, мы проводили с Кур'аном, каждый день, сейчас в Рамадан, это хорошая площадка, от этого толкнуться, и так на протяжении жизни, час, полчаса, 10 минут, 15 минут, два часа, одну страничку прочитать, две странички, один джуз, два джуза, три джуза, пол джуза, кто сколько сможет, по мере возможности, чтобы каждый день, именно было у него, вот это вот, как бы, вот это вот собеседование с Кур'аном, чтобы он сидел, читал, размышлял над ним, чтобы также, каждый из нас должен, уважаемые братья и сестры, быть бдительными, и стараться, чтобы этот Кур'ан оставил след в наших сердцах, оставил след в наших молитвах, чтобы наши молитвы не были на автомате, а именно, чтобы он оставил след в наших намазах, в нашей еде, в нашей семье, иншаллах, и во всех наших джузах, чтобы оставил эфир, чтобы оставил, иншаллах, некий такой благой свет, иншаллах, и след. Барак, лафикум, очень закумно хейр.